Это свечки. Мои навыки операторской работы, это, конечно, я очень люблю. Никто не хочет плести веревочки. Одна такая грошенька. 20 кромков. Всем привет! Вы на канале Яна Шевченко. Сегодня мы погружаемся в средневековое Затеркалье, или же в центр ремесел Ботаникус. Он находится в Чехии, недалеко от Праги. Команда и друзей мы постараемся полностью вжиться в средневековую рутину на денек, обойдем крестьянские дворы, узнаем, как работали мастера гончарного, бумажного, свечного и мыльного производства, продегустируем местные блюда с выращенными, кстати, тут же травами и специями, и познакомимся с обитателями фермы. Ты ничего хочешь, травки? Мы взяли групповой билет на Пятерек за всего лишь 9 евро в одну сторону. Проехали около 40 минут с Пражского Масарикова вокзала в деревню Остро, откуда мы прошли еще один километр к воротам ремесленного центра Ботаникус. Вход в исторический центр стоит 99 крон. На территории деревни своя необычная валюта. В этом месте можно разменять деньги, кроны чешские, на гроши. Так это выглядит. Одна такая грошенька, 20 крон. Так мило! Еще они дают мешочек для них. Специальный мешочек, какой-то экологичный, органичный. Это свечки. Грошами вы платите мастерам, которые учат вас ремеслу в мастерских. Изготовить свечку стоит 3 гроша. Создание свечи – очень медленный процесс, который займет весь день. С перерывами на другие мастерские. Так, и сейчас нам нужно 30 секунд подождать камни. Прошло минут 10. Смотрите, как раз это было. Вот что получилось. Да, ты делаешь... Нет, от тебя будет не такая. У тебя будет как сверху лежит, скорее всего. Ну, или вот такие. Тебе просто такую дадут. То есть ты как бы ее сделаешь, но тебе дадут ее. Потому что твоя будет еще высыхать долго. За создание бумаги мы заплатили 2 гроша. В составе бумаги, кусочки, которые нужно поймать рамкой и высушить, находятся волокна целлюлозы растительного происхождения, кора деревьев, корни растений, старые куски ткани и белизна. На такой бумаге очень удобно рисовать, писать живые письма и оставить себе послание на будущее. Кстати, подобная сделанная вручной бумага в специализированных магазинах очень редкая и стоит явно больше 40 чешских крон. Забираем мы сделанный кем-то другим ранее свиток, а наш остается сохнуть пару недель для будущих посетителей мастерской. Даже будучи избалованными пражской средневековой архитектурой, мы все равно влюбились в атмосферу старинных мастерских этого удивительного места. Например, мастерская по созданию мыла прекрасно передает дух прошлого и построена в основном из дерева, камня и других природных материалов. Создание своего натурального мыла стоило 5 грошей. Вы получаете кусок рыхлой массы из растительных масел, корней, ароматных трав – все по рецепту из 16 века. Пару лет назад я здесь же делала подобное мыло с другим составом трав, и мне его хватило примерно на год. После придания мылу формы вы не можете им пользоваться еще около месяца, так как мыло должно высохнуть, чтобы при контакте с водой оно не рассыпалось. Гуляя по центру ремесел и периодически возвращаясь к процессу утолщения нашей свечки, мы увидели столярную мастерскую, печатное производство, рыночек с товарами народного промысла и гончарную мастерскую, куда мы и решили заглянуть. Для работы на гончарном круге очень важна центровка глины. Без нее изделие будет танцевать в разные стороны при вращении и не станет симметричным. Иногда центровку лучше доверить мастерам поопытнее. После центровки и обильного смачивания глины водой нужно сформировать глубину заготовки, нажав пальцем на центральную часть глины. Далее установить ширину изделия, вытянуть стенки, расширить верхнюю часть и сгладить края. У меня получилась чашечка, которая без обжарки высыхает в течение пары недель и позже может использоваться для всего, кроме воды. В деревне работает средневековая корчма и блинная. Я взяла самое дорогое блюдо – гуся аж за 12 грошей и яблочный морс за 2 гроша. После такого обеда мой мешочек с монетами заметно похудел. Жаль на людей, так обеды не действуют. В ботаническом саду есть ферма животных, на которой мы встретили овечек, козликов, уток, гусей, индюков и кроликов. Иди сюда. Вот подварили. Ой, ой, ой. Чуть ранее будет. Правда вы делаете? Ну, практически нет. Чуть. Есть стекальную бар. Еще хочешь? А там лава. Еще хочешь травки? Ты такая борода у тебя. Китон крепко. Академ. Ботанический сад состоит из 18 грядок разных сортов трав и растений, а недалеко находится озеро Остра. Моя красивая, солидная свечка. Вот результат целого дня. Яна, чем ты занималась одна? Шаги. Я с прошлой парней свечки создавала. Ты думаешь, от этого она станет толще? Нет, я хотела, чтобы она стояла здесь. Стояла? Да. А вы бровом, случайно не подмешиваете мозг? Оно. Вот. Так что готово. Наконец-то нужно идти от этого рабства. После целого дня этой свечки. Ну что ли? Друзья, пришло время прощаться с Ботаникасом и моим выпуском. Я знаю, что вы находитесь по другую сторону экрана. И ваши лайки, дислайки и комментарии – это для меня единственный способ узнать, понравилось вам видео или нет. А кого влекут путешествия и лепка на гончарном круге, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очень романтичное видео именно на эту тему. Всего вам чудесного и до новых скорых встреч на канале! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok